Я хочу это поснимать, вот Буся уже топтится Потому что он уже хочет что-то, он хочет кушать Папик уже вывалил свой живот, смотрит свой сериал У мамы еще куча работы, боже, вот твои лапы лижут Да, Буся, что? Пошли, пошли, пошли Так, ну что, некоторые мне пишут, иди домохозяйка безработная, иди работай Вот у меня еще сколько забот, у нас уже почти ночь Мне нужно собаку накормить, дать лекарства Все это разложить, еще что-нибудь на ужин приготовить И потом познать себя И я уже смонтировала два видео Мы были и в банке, и в нескольких магазинах И сейчас мне нужно еще поснимать, что я купила С чего начать? Ну, пожалуй, вот собачьи консервы Натуральные стараюсь покупать Они были по скидке Там написано бекон, но все равно курица добавляется Много воды, вот, диет кола и лаймон, да, лимон, лаймон Так, что еще? Много вот такой вот газировки Бусинька сейчас пару минут Яйца, как я уже говорила Там салат, листья Трава Органик Бананы Это мужу, как он называет, гимон, трава Извиняйте Это мужу сельдерей Он любит похрустеть И с собой взять даже на работу Эту морковку я просто обожаю Байбель такая Мы это уже Так, это персики Шикарные персики, конечно Это не органик, но они очень красивые Лимон Люблю такую тертую морковку Когда что-нибудь готовлю Это у меня салат латук Где он там? Давайте Давай покажись Салат латук Все в кульках Это у меня Два пучка петрушки Итарианской Вот там вот петрушечка Это зеленый лучок Все в кулечках Сколько я за это заплатила, блин? Почти 300 баксов Это очень дорого, конечно Это рыба Не фермер Не вайлда Не дикая фермерская Но я ее как-то приготовила Это было очень вкусно Вот такие вот кусочки Поджаренные Очень захотелось Это Очень большие креветки Тоже хочу сделать на гриле Это уже поменьше креветочки Чищены уже И это чищены Это уже дикие креветки Две упаковки Это такие вот формы Для кексов Две формочки По 9 долларов Ну, иногда у меня муж Спросит что-нибудь сладенькое У меня часто остаются ягоды В том числе малинка Садовая Это вот такая Картошка молодая Тоже очень удобная Раз-два сварил И ужин готов Это кукурузное масло Оливковое масло В том числе для гриля Это вот такие спреи Кокосовые Для запекания И для гриля Кофе Всегда держу запас Такого вот кофе Колумбийского У меня это еще не закончилось У меня будет запас Что дальше Да, мне захотелось Еще одна консервочка Затерялась Захотелось мне тут Купить ароматы Всякие спреи Чтобы в доме Вкусно пахло Это свечка Тут написано Релакс Ой, она пахнет обалденно Запахом манго Персиков Вот это вот Просто я никогда Это не использовала Это вставляется в резетку И тоже должен быть Запах лаванды Я хочу по всем Этажам Это порастыкивать А это уже без резетки Нужно тут почитать Инструкцию Как это работает Тоже всякие разные Ароматизаторы И я купила Много химии А куда он дел химию Ага, вот она Значит, это жидкое мыло Это Средство для пола Это для унитаза Это Дешевле покупать Большую вот такую вот Упаковку Бутылочку Для Машины Посудомоечные Это Нет Это Это просто ручная Да, мойка Посуды Видите Ручная А это уже для Посудомойки Вот Это у меня Копченая рыба Последнюю забрала Это Соевые такие Слайсы Тоже Это я купила в машину Дезинфектик Салфеточки Вот И тут еще До хрена Работы Все это убрать Это домыть Поскольку я сегодня С мужем не планировала Он доел салат с капустой У меня были другие планы И сейчас мне все это Придется разгребать Но я начну С собаки Эти сумки пойдут в машину Масик Мама тебе уже дает Кушать И мужу Вот такие вот конфеты Нужно посмотреть Что там Вот такие вот фирмочки Шоколадные конфеты Какой-то новый У них набор Посмотрим Что там внутри Ну а я буду заниматься Всей этой уборкой Всем этим Извиняйте Пиздецом Да, Бусяня? Давай Мама тебе даст Таблеточку Сейчас От аллергии Потому что Все равно У него там Ушки воспаленные Много было пыльцы И знаете что У нас есть Ветеринарная страховка Для собаки Но мы сейчас Не можем ехать И сдавать Сдавать анализы У нас Финансы Поют Романсы За сегодняшний день Муж потратил Тысячу баксов Вот Ремонт машины 700 плюс И вот Магазин Он там себе Еще купил Пиво Сигареты И вот Тысяча долларов Ушла В один день Поэтому Бусенька Мама тебя Очень любит Но мы поедем В больницу Чуть позже Это Нам нужно ехать К дерматологу И на собаку Есть страховка Сегодня пыльцы Не было Курицу Я ему не даю Но все равно У него там Проблемки с ушком Вот это ушко Постоянно у него Воспаляется Я его чищу Ну как бы Сегодня нормуль Все равно Таблеточку От аллергии Надо дать Да малыш Все в планах Мама просто не успевает Вот Вот как бы Сидим Вот так вот Он ждет Кушать И Внимание И всем передает Привет Теперь вот так Честно показываю Чем я кормлю собаку Это немножко Консервочки Натуральные Это тыквочка Отваренная Это две Тевтельки Из Индейки И немножко Гречки Вот честно Показываю Что я не Кормлю собаку Курицей А к дерматологу Чтобы сдать Анализы От чего У него Аллергия На конкретный Аллерген Мы поедем Позже Потому что Все это Ребята Дорого Нам бы Как-то Выжить И продержаться Вот сейчас Я это подогрею Конечно Для него Это большая Порция Вот И Я это Немножко Разделю Вот Бусенок Сидит И поставлю Все это В микроволновку И ребенок Покушает Ставлю На две минуты И конечно Конечно Это Все Я ему Не дам То есть я Какую-то Часть Отделю И оставлю На завтра Вот И он еще Тут не Нет Он уже Все Скушал Я ему Давала Рыбное Филе И Рыбные Палочки Он все Скушал Я же говорю Он любит Это И все Мне сейчас Все это Нужно Вымывать Блин Трендец Да Бусянька Таблетку Я ему Уже От От Аллергии Папик Уже Там Отдыхает А у Меня Тут Куча Работы Еще Сколько Время Пол Одиннадцатого Практически Вот Так Тут Говорят Иди Работы Такие Зрители У меня Бывают Добрые Сейчас Малыш Сейчас Будем Кушать Сейчас Еще Посуду Помою Посудомойка У меня Полу Пустая То есть Есть Место И Будет У нас Порядочек Давай Иди Кушай Кстати Он Съел И сыр И рыбу Я ему Давала И Сейчас Вот Ему Такая Порция И Сегодня Мы Проезжали Мимо Банка У У меня Вот Такой Домашний Видосик Я Конечно После Улицы Всегда Переодеваюсь Мы Сегодня С мужем Проезжали Мимо Банка И Там Есть Значит Пункт Бесплатной Еды Буквально 5 минут От Меня Мне Там Люди Тоже Советовали Света Если У вас Финансовые Проблемы Попробуй Брать Бесплатную Еду Чего Мы Здесь США Ни разу Не делали Я Знаю Что Многие Приезжие Этим Пользуются Ну Как Знаете Ну Во-первых Мне Стыдно Во-вторых Мне Не Хочется Ехать Самой И Мне Муж Показал То есть Я Ему Долбила Мозги Может Тоже Нам Этим Воспользоваться И Вот Сегодня Я Это Место Увидела Но Мой Муж Сказал Там Всегда Огромные Очереди Вот Если Хочешь Поедь Посмотри Но Это Нужно Еще Промониторить Когда Они Работают В Какое Время То есть Не Каждый День Нужно Выставить Эту Очередь Мой Муж Этим Заниматься Не Хочет Но Может Быть Для Контента Я Надеюсь Что Не Придет Такое Время Когда Я Начну Действительно Пользоваться Бесплатной Едой Которую Здесь Раздают Всяким Знаете Действительно Нуждающимся Людям Бездомных И так Далее Ну Я Говорю В том Числе Вот Приезжие Которые Имеют Неплохие Доходы Работают И Свои Доходы Как бы Не Показывают Не Платят Налоги Здесь В США Они В том Числе Есть Такие Блогеры Которые Откровенно Об этом Рассказывают Пользуются Такими Вот Пунктами По Раздаче Бесплатной Еды Может Быть Для Контента Я Подъеду И Поснимаю Муж Говорит Вот Давай Постой В очереди И Посмотри Что тебе Там Дадут Ну В общем Я Еще Над Этим Работаю Мне Нужно Чисто Даже Психологически К этому Подготовиться Потому Что Для Меня Это Дикость Понимаете Не Знаю Мне Нужно Еще Барьер Преодолеть Чтобы Стоять В очереди И Попросить Милостыню Это Ужасно Конечно Ну Ничего Посмотрим Степ Бай Степ И Еще Как бы Настраиваюсь На Такой Момент Ладно Ребятки Всем пока Люблю Целую Подписывайтесь Не Жалейте Лайки Я Иду Разгребать Весь Этот Дурдом